Девушки отдыхают Девушки отдыхают Каждая часть играется по-новому Каждая часть отличается от другой Ты хуесос Примерно так это все выглядит Кстати У этой части Требования к видеокарте На 10 тысяч Рубасов скромнее чем у Assassin's Creed Unity Непонятно то ли тот график хуже То ли освоили таки оптимизацию Жабоеды Мое мнение Об Assassin's Creed я уже говорил Когда делал видос про Unity Я считаю что любая игра Я подчеркиваю любая игра После двух-трех частей Скатывается непременно в говнище Как и любой фильм Это неизменно Ну то есть невозможно побороть Да и Ubisoft поступил очень мудро Они в третьей части Про индейца угробили нахрен Дезмонта Майлса Про которого сюжет все равно Зашел бы в тупик И ввели вместо него кораблики Но с тех пор ничего опять Ну в Assassin's Creed что-то меняться перестало То есть в каждой части Есть убогое ассасинство Плюс классные кораблики На корабликах плавать Действительно круто и интересно Это лучший симулятор Всякого там пиратства На сегодняшний день И конечно же Несмотря на то что В Assassin's Creed давным-давно уже Ничего не меняется Каждая часть неизменно Запиливает обучение В которое вас по новой учат Бегать, прыгать, крутить Башкой по сторонам Это важно Это нужно Причем обучение Иногда идет просто Добротное обучение Где-то идет полчаса Непонятно Почему он так криво прыгнул Я не понял А голоса что Они прикрутили Или они немые Я слышу как они Звякают оружием Всяким Что за хрень Вот быстро То есть звук есть Голосов именно нет Может я что-то В настройках на это нажал Дело в том Что конечно же Играю в пиратку Потому что я ни за что В жизни не куплю себе Assassin's Creed Видимо русская озвучка Просто отсутствует Поэтому они просто Щелкают лицами Ну видимо очень трудно же Передрать с консоли Озвучку надо сделать Для ПК видимо Куть свою Или просто У репакеров руки кривые Хрен его Поймешь К звуку приставать не буду Я просто намекну на то Что уже вторая пиратка Assassin's Creed Работает через жопу В Assassin's Creed Unity У меня например Графика не менялась Она стояла Неизменно низкая Даже если я в настройках Ставил супер высокие текстуры Все равно была полная Херня Здесь мы видим Что графика вполне себе Неплохая Очень даже хорошо Она смотрится Без воебонов Без всяких Типа там Супер туманность Там хрен знает Какой там Свет Свет Смотрится во всяком случае Намного лучше чем Unity Со своими Блять Хуй знает Какими требованиями К видеокарте Ну заебись Нормально То есть Ну да Это симулятор убийцы Действительно Любой убийца Может ебнуться С девятого этажа И остаться в живых Ладно плевать Я хотел Не мое Это игра в такие игры Подождите А что это за Новый значок на карте Какой-то ножик Напоминаю Что рекомендованные Требования Для Assassin's Creed Unity Было Введях GeForce Печь 760 По-моему К этой Хотя бы 450 ГТС Вопрос Чего такого Классного Было В Assassin's Creed Unity Заебись Продолжаются Молчаливые Сценки На моих людей Напали Французские псы О, капитан Джолов Не помнится Выгрозили Перебить их Одной Левой Капитан Луи Жозеф Готте Шевалье Девэндер И брель Решил Тренировки Сделают Из тебя Настоящего Ассасина Осознаешь Что это значит На тебя Возложено Бремя Великих Древних Традиций Наставника Должно Слушать Беспрекословно Довольно Забавно На них Смотреть Я вижу Что они Орут Ой ой один пропущенный уже есть еще один пропущенный ты будешь опущенный давай классно обучение драки ладно бы хоть на другую кнопку драка была но нет на ту же но ту же самую но блин этому надо учить но 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 что ты там пробуешь блин типа ой я истекаю кровью подусмотрит а крови нет ни хрена так я не могу это я не могу смотреть на диалоги где нету голоса это какая-то херня херня какая-то я сейчас нужно поставил английскую озвучку перезагрузил все равно на английском они заговорили обалдеть то есть чисто русский испан столько обломались освободить контрабандистов ну ладно я показываю как я играю в ассасин скрипт я просто иду и да такую тем более что враги враги в ассасине всегда тупые это один из самых примитивных интеллектов вообще какой только есть смотрите два их сразу а вот одевали из freedom cry мог делать двойное комбо наверное это и есть та единственная вещь которой один ассасин скрипт отличается себя от другого каким-нибудь супер супер единственным приемом до боевка зрелищно красивой корабль корабль угнали а мы сейчас на этом на море гонкинся в погоню смотрите корабль назвал в честь ведьмы из диких земель из dragon age origins видимо юбисофт кинула уважуху разработчику dragon age биотварим вспомнил вспомнил как называется конторка до боевка зрелищная нажим на кнопок надо нажимать минимум ну то есть знаете эти игры вот типа ассасин ассасин скрида там бэтмена знаете ласкать свои глаза просто блин это что там труп поширился то есть геймплея никакого жмешь одну кнопку одной кнопкой нет план двумя кнопками ты бегаешь одной кнопкой дерешься все нормально главное то есть не отвлекать внимание на управление наслаждаться сидеть этим типа кинематографичной игрой типа как кино смотришь тут шикардос полный как назло я включил язык но но они теперь молчат они молчат на зло какие-то ассасины стран немножко знаете оборванцы вот в древнем где за альтаира играешь там и за это такой ассасин всегда белоснежный такой в плаще аккуратненький там можно что-то одеться приодеться оборванцы в капюшонах я их смотрю или грязный замызганный что-то слышь одеты в какие-то вот моя любимая херня плавание на кораблика обалдеть нет серьезно плавание на корабликах это лучшее что есть в ассасин скритах я играл во все части по самый black flag включая black flag вернее но уже все допал даже liberation прошел но дополнение всякие там в блок флагу я уже проходить не стал я на полосы на кораблях и настрелялся награбился на пиратствовался потом кое-как прошел игру побыстрее да да стрельба из пушек да 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 я все корабли затопил black flag и легендарные самый сложный только тот где их 2 здесь можно высказать из носовой пушки вайсберг жаль на титаники таких не было вот вот через спасло бы реально дикаприо бы мочканул носового орудия и плыли бы себе дальше но нет ой-ой-ой-ой линкор 18 века согласно игре казаки а его защитить надо чего защищать на него нападают какие-то весельные галеры блин он сам отобьется мы все играли в корсаров мы знаем его мощь пиздец на него какие-то рыбаки нападают я судя по лодочкам они наверно сейчас подплывут и начнут его сетями рыбацкими хлистать просто я у них даже пушек не вижу посмотрите на эту лодку а не осмотрите она выстрелила это наверно не из пистолета господи ну-ка приколимся по тарану черт ну борта нуля он рассыпался принципе нормально ой а чё это он так осел в воду то слышите сука он тонет что ты чё говно даже не говно говно не тонет жильбери залп о слоумоушен видимо я сейчас в рубку командирскую попаду кречет залп нахрен падла так тони говно хочу это он не тонет он стал таким образом что я боюсь стрелять ножка паду в своего вот сейчас мне кажется я одним выстрелом два корабля затопил ничего удивительного я я-то бывалая мага гроза морей и даже он времен скрай успел два раза корабль попал потопить один и тот же не волнуется на два фраги оптимизирована игра пресс просто прям ну хорошо и замечательно у меня стоят вроде как тени но тени всегда ставлю средний я боюсь выкручивать их потому что запись идет все остальное на максимуме все хорошо видно все хорошо не лагает ничего не грузит очень сильно контрастирует с ассасин скрит юнити потому что там был просто полный мандец я не понимаю неужели нельзя на одном движке вот на этом делать свои ассасины если вы не можете освоить новый по-нормальному в итоге там и графика получилась дерьмо блять и лагает как хрен знает что а все обучение закончено ассасин скрит руж отлично я же говорил обучение минут пятнадцать-двадцать идет как нехрен что нового мы узнали ни хрена как будто есть такой человек который начнет играть в ассасин скрит именно с этой части но с другой стороны чем черт не черт не шутит и опять начинается какая-то борода со всякими анимусами хренимус и мне кажется что вот эта фишка с анимусом вот это вот сильно портит эту игру лучше бы просто ты играл за ассасина в древности и нахрен не видел всю эту фантастику потому что на мой вкус контрастность просто вообще неудачная особенно в прошлых играх там играешь все древность древность там пол зашла здесь что-то елена ханга обалдеть ну а потом раз просыпаешься и какой-то мисс какая-то миссия в будущем вообще блять невзрачная неинтересно и тупая вышла и нахер она мне нужна ой смотрите у него кнопка включения на сиськах надо нажать надо ее выключить а то она смотри как это возбужденное но что не говори конечно а вот эта работа моей мечты я хотел бы приходить на работу в абстерго подключаться к компьютеру играть сидеть с утра до вечера получать за это бабло смотрите какой офис у них ну вот уже смотри началось блять не успела игра начаться меня уже опять в абстерго закинули давай насиловать вот я не понимаю неужели игроку в assassin's creed обязательно вот это все слушать вот это смотреть вот это все в будущем что-то там воспоминания собираюсь вытащить блять воспоминания не собираюсь оставить мне насрать дайте я пошел я хочу плавать на корабле стрелять ёпта делать еще хотите хрен на пол шла в жопу я пошел отсюда отвлекаешь меня блять от работы что за хуйня выключит говно что это не за штаны таки ты чё в трико приперлась на работу я вырезал короче этот момент но она еще где-то минуты две тут расхаживала что-то говорила что ты говорила теперь я теперь мне надо идти в какую-то в какой-то хрен знает я даже не читал куда мне надо идти зачем мне читать если я на радаре увижу просто свою цель отлично какой-то серверный компьютер ебучий лес дремучий какое говно господи как же нахуй не интересно играть вот в это это же блять ну просто пиздец полный нахуй не надо эти миссии зачем они блять нужны что а да точно это хакерская хуэдристика блять из черного флага это же вообще просто у меня нахуй слов цензурных нету чтобы описать просто тупость этих миссий блин по взлому просто я не знаю если они думают что хакеры вот так блять взламывают компьютеры то есть крутя какие-то шарики блять прыгая какой-то хуйнюшкой там со строчки на строчку чуть ли не знаю чуть ли не в пинбол блять с компьютером играю там в пинг-понг блять то у меня к ним блин я не знаю просто мой мое почтение не знаете фантазия блять поворот кольца какой-то нахуй мне нужен тут поворот блять кольца просто его хуеть ох трудно так как было это сделать для болванчиков задания просто не знают они просто крадут время они растягивают игру блин вставляя вот эту нелепость сюда а вот это важно в принципе те кто играл в эту игру это все и так знают это видимо они они ассасин юбисофт любит повторять блять одно и то же для людей которые недавно родились им еще 8 лет они не играли в предыдущей части ассасин скрид но восьмилетние десятилетние пацаны это основные потребители ассасин скрида как мне кажется поэтому они для каждого любезно рассказывают что было раньше нет нахуй не надо я это перемотаю я хочу из ваших игр что-то новое получать найти особенно мне нравится знаете подойди нахуй я тебе сказал тупой что а это блять нихуя не промотать сас я жму на пробел меня шлют нахуй а вот все выше особенно не нравится знаете плате кто вступают во мной со мной в баталии во всяких комментах и пишут что они по за игре ассасин скрид изучают историю товарищи друзья мои изучать историю по играм ассасин скрид это все равно что учиться трахаться по бульварным роману чушь блин чушь пошли в жопу со своими коммуникаторами со своими миссиями верните меня обратно что происходит что за миссия сейчас стоит основное задание но все наконец-то мы вернулись в царство мир красоты и экшена где хоть хотя бы кого-то можно убивать блин это ходьба по офису это просто я не знаю вообще зачем а какой дурак его придумал на хрена она нужна это видимо юбисофт знаете она ну я уже сказал что она отождествляет себя с абстерго там но она это намекала во всяком случае в блэк флаге я думаю что просто вот эти миссии где хочешь по офису это они просто хотят своим офисом похвастаться посмотрите как мы там сидим шикарно на ваши деньги одевали что-то одевали одевали а это ахиллес не скромный он себе имя выбрал ахиллес черный ахиллес это вообще что-то новое может он хотел сказать папуаз хиллес блять я уже знаете спустя столько частей игры ассасис крит я уже забыл в чем и в чем их кредо какие цели они преследуют я вообще не понял ничего мне кажется что цель ассасин ассасис открыто было это в будущем добыть яблоко эдема и не знаю расшифровать послание богов блин но никак там не какие-то политические интриги и прочих хренатень а доберитесь до тренировочной области но я говорю что обучение в этой игре блять просто не прекращается то та вот предыдущая миссия это была просто прелюдия перед обучением сейчас нас я вижу что вы видимо будут учить скакать на лошади надо ты можешь побежать да господи да беги блять пытается присесть о какая тетя о какой индейц смотрите у него реально руки красные слышь дисциплина я бы задрал твои юбки мы видим что на поясе у главного героя пряжка с железностволом а это значит что она один из рода форестер тренируйтесь хоп тренируйтесь с лая вам тренируйтесь кесси гаваси пошли вы в жопу а нет надо со всеми потренироваться и дри ты нахрен через коромысл а вас ёпта давай тренироваться стрельбе ты будешь пушкин я буду дантес погнали дай мне дай мне пистолет полковника нихрена пиздец какое интересное обучение а то же я блять не знаю я думаю для чего мне мышка оказывается чтобы цель а ядре на пассатиже да что же за перезарядка такая у вас ттшки нету попробовать стрелять на бегу ёпта кувыркаясь не попробовать защита зачет в том числе и во время бега но она он на f он не стреляет на другой стороны у меня минута времени за минуту времени я могу остановиться присунуть вот этой тете в юбках и дальше побежать стреляя во все стороны как лихой техасец мать твою я что не попал а еще дальше бежать как мило березки вы посмотрите я знаю кого надо застрелить этого инструктора причем пистолет и я вернул на родину у меня и у меня они не останутся хрен тогда учился день стрелять тренироваться с хоп ну давайте посмотрим чего можно учить мне эта тёлка я надеюсь скачком галопом а друг на друге нет я не дама с амстердама я учитель и твой шанс и твой шанс завалить меня в поле сотни способов убить затрахай меня до смерти какое нахер оставаться незамеченным цель сверху из куста блять господи хуйня какая стейлова сетки и песчанки мать и чечен таргет сформации из столга а где этот стук достанут да блять как круто шоу нахер отсюда я тебя нахуй ща бля прикончу гандон пошел в пиздень кого убить то где цели рядом с где где мешок говна рядом со стук пиздец тебе а его нельзя убить ой отсоси понял нахер иди вместе своей блядской учительницы где сток где сток а вот ура я прошел это испытание я твой трубу шатал урок говно обучение херня я тебе чего-нибудь задрал все тренируйтесь кейси гаваси с кейси гаваси я думаю мы будем тренироваться в произношении его имени кси гаваси кси гаваси я научиться выживать дикой природе его его понимать начинается типа развести костер с помощью ложки да сруби дерево без топора укрыться в мох зарыться в грязь ну давай 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 посмотрите как классно быть ассасином всему учат за день там научили стрелять там убивать часто но у научили бегать по деревьям теперь научат выживать и не значит товарищ баженов подождите пожалуйста да как же вот 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 это мой бич блять вот эти ветки с которой с которых нихуя не перепрыгнуть пизда полная я ненавижу ай да нахуй надо я пизду пошел я по земле пробегу нихуя не по я никогда не понимал даже за конора как блять обойти эту ветку перейти на другую но там он вроде как по хотя бы половину этих веток автоматом преодолевал чё блять от меня хотели сейчас чтобы я здесь нажал это же обучение вот блять покажи мне что надо сделать ёб твою мать нахуй мне твои выживания да 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 научи меня убивать сусликов но я нашел животное вот на вот на ветку ассасин не хотел прыгать он хотел ёбнуться об землю об землю с высоты шо оленя убить да вы гоните что отвратительная игра дебильные задания оу оу пизды я надеюсь что он не почувствовал боли убить его не так-то просто смотрите-ка надо кнопочкой понажимать я помню в либерейшене крокодилы были классные вот их точно хер замочи вот я так и фрагмент ремесла говномесла кобура отлично я уже говорил что мне в блэкфлаге не очень понравились вот эти миссии типа убей кита блять сделай из него себе там какую-нибудь хуйню чтобы в нее пистолет лишь не засовывать такое дерьмо господи сама сами вот эти миссии где до косатку копьями до смерти закидать дельфина блять захуячить просто вообще пиздец настолько безнрав безнравственная хуидристика что юбисофту блять просто огромный незачет на фуиху и хуем по носу блять они деньги причем вот far cry юбисофтовский тоже самое одно и то же блять убивать каких-то тапиров блять сусликов медведей нахрен чему вы учите блин детей не знаю людей херня какая-то выживать в дикой природе я тебя научу я бы без этой кобуры наверно сдох да из шкуры из шкуры лося если бы я не сделал я помер тем более у меня нет ни одного пистолета но зато у меня теперь есть две кобуры очень логично очень по-французски теперь я понимаю почему французы войну за две недели проиграли блять они вообще тупые потому что я обалдел них наверно каждого было двадцать пять кобур нахрен но ни одного пистолета а вот и пистолеты да такое счастье что у меня две кобуры откуда ты знал что я уже старую сделал мы продали им кокаин и они уплывают видите как его одевали глаза красные он обдолбан это у него морщины такие брутальные или шрама на глазах какие-то предтечи хренечи юбисофт сам еще помнит зачем он эти предтечи придумал в игре в первых частях там глаголилась какая-то святая истина но теперь я уже этих предтечей вообще потерял смысл и суть еще в черном флаге я уже нихера не понял что хотела сказать мне игра кроме как того что пираты были не очень неудачники в основном так и теперь миссия на корабле вроде как ну дайте кого-нибудь корабля забландячу и все я буду счастлив и может быть включу эту игру еще раз но если вы меня будете посылать в пешей миссии поле ходить по лесам убивать животных делать из них себе пальто всякая блин мы распрощаемся походу действительно говно какое-то не то чтобы я был такой яростный пацифист я ношу кожаные ботинки там с удовольствием но блять я не хочу сам этим заниматься ну давай заметьте что все заставки и ну 90 процентов заставок в ассасин скридах это два человека стоят и пиздят всегда я редко помню чтобы там что-то показывали какое-то что-то что-то из того на чтобы стоило посмотреть действительно они просто просто это разговаривают то есть смотреть эту заставку все нужно текстовые файлы читать ну и здесь вот на хрена вот зачем мне бегать по вот этой хрена тени вот этот стиль заставок за курс стиль загрузки ассасина мне кажется что если бы его не было сам уровень грузился бы быстрее в разы но нет они считают что это очень классно когда когда ты можешь побегать по тому месту где нет вообще ни хрена вау видели акула сама просит чтобы поймали вот и бесов думаю что если игрок будет бегать по пустому месту нет ни одного врага и нечем заняться это скрасит время ожидания сомнительно очень сомнительно посмотреть на территорию я не успел посмотреть на территорию ну я знаю что здесь надеюсь что остались мыс миссии где можно нырять под воду но для этого нужен колокол водолазный у меня пока на корабле в любом случае нету и в бой мой чё это корабль стал более живучий у них а мне можно их грабить или нельзя чё за вид сзади а вид назад они сзади красиво так мы я не знаю за кого мы плаваем но мы против англичан вот это был чертовски паршивый залп надо сказать а вот этот чертовски неплохой но что ублюдки давайте вас много я один нападайте на нахер прям по палубе удерживайте для абордажа но нет абордаж абордаж увы очень унылая вещь в этих играх она мне совсем не нравится вот почему-то мой корабль тонет а потому что меня продолжает обстреливать какая-то вонючая шхуна спрячемся под волной остановимся подождем пока он появится дерьмо какой-то не удал не удалось я чё-то это неужели настолько херовый стрелок блин негры хватайте молотки чините корабль мы сейчас нахер потонем о боже я думаю что самое время поступить благороднейший из пиратских традиций из дристнуть отсюда к херам собачьим на своих изорванных как кишлак парусах все сохранение отлично это нейтральные вода не имеют права мне тут преследовать и надо доплыть до какого-то видимо порта да тут есть она быстрая перемотка плавания смысле вот когда камера отдаляется к сожалению не слышу никаких матросских песен наверно потому что не нашел еще ни одного песенника для караоке корабль видно что поломан в блэк флаге я не помню чтобы вот прям так а обломки по палубе валялись видите смотрите доски какие-то опилки осколки щепки в блэк флаге по моему такого не было поправьте меня если я не ошибаюсь но по моему паркуй на хрена мне брать штурвал а чё я не давид не догрёб немножко чудо парковки смотрите как они притягивают корабль не человека с тросом ничего корабль сам притянулся и так порт ладжой уровень 32 очень классно я так понимаю что эта часть за почти что полностью продолжу продолжает черный флаг все традиции там все дела не в плане сюжета в плане игровой механики что то есть в основном здесь будет плавание и стрельба походу да 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 мы с вами уже сказал что все как все заставки в ассасин скридах это разговор двух человек может быть иногда трех но они стоят пиздят и ничего не происходит неужели нельзя мне все это рассказать пока мы будем плыть ну а быть мы будем в вечность потому что что видео пора заканчивать я думаю что все с этой частью ясно этот движок блэк флага это геймплей блэк блэк флага почти полностью если вам понравился блэк флаг смело играть в ассасин скрид будет тоже самое много в морских сражений возможно даже корабль прокачается возможно даже другой когда-нибудь дадут но вряд ли так что любителям пиратства видимо стоит поиграть но если же здесь будет большинство миссий сухопутных и унылых и дерьмовых тогда в эту игру стоит поиграть любителям ассасин скрид и конечно же в целом все красочно все красиво юбисофт аплодирует по сравнению с юнити это настоящий шедевр все спасибо я хо хоу бутылка рома адио а